Сегодня утром на очередном заседании Екатеринбургской городской думы народный избранник и при этом руководитель управляющей компанией Александр Колесников, который считает всех екатеринбургских журналистов бестолочами, о чем открыто заявлял, поведал своим коллегам по думе о своей соседке, у которой, по его словам, свистит крыша. Ну, то есть дамочка не в себе. По версии депутата Колесникова выражается это в том, что соседка неоднократно писала на народного избранника Ябеды в полицию, что, мол, где Колесников травит ее газом. И это при том, что дом, в котором живут депутат и активная соседка, не газифицирован. И Александр Колесников посетовал на то, что участковый прекрасно знает, что газа в доме нет, что заявы соседки это бред, но, тем не менее, на каждую жалобу реагирует и всякий раз берет объяснение с депутата, отрывая его от его бесценного времени. Тему сумасшедших соседей на заседании Гордумы подхватил депутат Михаил Вечкензин. По его версии, не он, но его родной брат страдает от соседки, которая пишет на него заявы, что, мол, депутатский брат гремит посудой, переливает воду из кружки в кружку и чистит лук, из-за чего в адресе соседки воняет. Ну что ж, можно только порадоваться за женщину. У нее великолепный слух и такой же нюх. Но проблема в том, что полицейские реагируют на каждое заявление и отвлекают брата депутата от жизни объяснениями. По этим поводам депутат Колесников заявил, что он обратился к начальнику Екатеринбургского УМВД Сергею Кулагину с просьбой усилить профилактическую работу с психически неуравновешенными гражданами, которые заваливают полицию заявами о ложных преступлениях. Дескать, участковые. Всех таких людей должны знать в лицо и работать с ними. А начальник гор УМВД Сергей Кулагин рекомендовал обратить на эту проблему особое внимание. Вот такую неожиданную тему, среди прочего, обсудили сегодня депутаты на заседании Екатеринбургской городской думы.